Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. От царской охоты до кинзмараули. Чекисты прикрыли в Самарской области подпольный завод по производству алкоголя. Плыви рыбка большая и маленькая. 300 стерлядей выпустили в Волгу. Редкие кадры с планеты по имени Индия. В Самаре открылась уникальная фотовыставка. 12 тонн незаконного алкоголя изъяли сотрудники ФСБ в Тольятти. В подпольных цехах производили текилу, вино, коньяк и водку якобы элитных марок. Продукцию затем продавали по всей области. Сегодня борьба с нелегальным алкоголем – одно из важнейших направлений работы. С начала года спиртным в регионе отравились более тысячи человек. Как бороться с незаконной торговлей, обсудили на совещании в Белом доме. Далее подробности. Элитное вино, водка и коньяк. Около полутора тысяч бутылок готового контрафактного товара. 12 тонн нелегального алкоголя изъяли сотрудники ФСБ в Тольятти. Обыски прошли по пяти адресам. Как выяснилось, в этом подпольном цехе орудовал семейный подряд. Производство, как говорится, под ключ. Супруги самостоятельно изготавливали здесь спиртное, а потом распространяли его по розничным сетям всего региона. Моя задача входит налить сюда спирт, воду и сделать продукцию. Там добавляется концентрат и вода и спирт также. Получается коньяк. Могу перечислить, что там коньяки, мартини и текила. Виски, да, виски. Ну и коньяки разные, под разными наименованиями. О том, как не допустить нелегальную продукцию на прилавке, обсудили на совещании в правительстве области. С начала года в регионе только силами полицейских изъят около 40 тысяч литров запрещенного спиртного на сумму более 8 миллионов рублей. Следить за тем, чтобы алкоголь продавался только законным путем, призывают и общественность. Все дополнительные доходы, которые получит областной бюджет от поступления акцизов, будут тем или иным способом передаваться в соответствующие общественные советы для направления их на те или иные нужды этих общественных советов. Ну и, соответственно, того населения, которое проживает на территории. Как правило, самые частые нарушения – продажи спиртного без сопроводительных документов. А значит, неясно, как вино или коньяк были произведены. С начала года в регионе алкоголем отравились почти полторы тысячи человек. Смертельных случаев – более сотни. Контрактный алкоголь – это, соответственно, там разные содержания спиртов, не только этилового алкоголя, но и там могут быть и примеси метилового, пропилового, бутилового. Соответственно, они накапливаются в организме и образуют токсический, так сказать, эффект. И на, в первую очередь, на центральную нервную систему, потом на сердечно-сосудистую и печень. Всего с начала года полицейские выявили почти три тысячи случаев незаконной продажи алкоголя. Тем, кто торгует спиртным, незаконно грозит штраф до 50 тысяч рублей. И это только для физических лиц. Виктория Шара, Алина Чемерес, Василий Колдашов. События. Насколько качественно подрядчики ремонтируют самарские дороги, обсудили на заседании антикоррупционной комиссии при главе Самары. Контроль постоянно ведет муниципальное предприятие, дорожное хозяйство. Тщательно следят не только за качеством, но и сроками выполнения работ. Если находят нарушение, выдают предписание на устранение. Сейчас не принято меньше 1% от общего объема запланированных работ. В прошлом году этот показатель был больше 1,5%. Приемки от ремонтированных объектов, кроме сотрудников администрации, участвуют и общественники. В рамках данных мероприятий были внесены со стороны общественников ряд замечаний, которые в настоящий момент приняты к исполнению. И также по ремонту уличной дорожной сети, связанной, допустим, как пример с занижением бордюров, тоже подрядчики все это дело поправили на месте. Из красной книги вскоре могут вычеркнуть стерлиц. В Волгу выпустили 300 особей этой рыбы. Экологическая акция прошла по инициативе активистов Общероссийского народного фронта. Уже через 5 лет рыба принесет потомство и может стать легальной добычей рыбаков. Ценные экземпляры Волгу выпустила и Алина Чемерис. Рыбка не золотая, но не менее ценная. Волга встречает новых обитателей. Стерлиц, которую сегодня выпускают в реку, относится к семейству осетровых, занесена в Красную книгу. В Волге она водилась всегда, но сейчас ее популяцию, говорят эксперты, необходимо пополнять. И вот теперь в реке поселились 300 новых жителей. Стерлиц называют рыбой домоседы. Это уже взрослые мальки и адаптированные к жизни. Обитать они будут в радиусе километра, далеко не уплывут. Наша телекомпания тоже решила внести вклад и выпустить в Волгу эту рыбку. Экологическая акция «Живая Волга» – инициатива активистов Общероссийского народного фронта. Особи стерлиди предоставили представители бизнеса. У каждой рыбки своеобразный паспорт или сертификат. Прежде чем отпустить в дальнее плавание, ей можно было дать прозвище и все это задокументировать. Сегодня ловить стерлить нельзя по закону, но если ее количество увеличится, запрет может быть снят. Мы пытаемся заселить нашу реку таким образом, что, может быть, наши дети, ну или внуки, надеемся, что дети, чтобы они уже имели возможность, чтобы мы вывели стерлить из Красной книги, чтобы имели возможность спокойно ее ловить и радоваться жизни именно на берегу Великой реки. Данная акция хороша тем, что мы здесь, по сути, одни из первых привлекли на безвозмездной основе представителей бизнеса, которые дальше планируют это проводить в регулярном масштабе. Возраст новоселов – примерно два месяца. Их вес от 50 до 200 граммов. Уже через пять лет эти рыбки принесут потомство. По словам экспертов, в Волге новым обитателям будет комфортно, зиму перенесут спокойно. Самые сильные особи смогут прожить десятки лет и вырасти больше метра. Когда у нас производится отлов на плавучем рыбозаводе, попадаются особи размерами до 12-15 килограмм. Это максимальный вес, который ловился. Этим особям где-то по 25-27 лет. Акцию «Живая Волга» активист ОНФ планирует проводить регулярно. Следующая партия новых жителей поселится в реке через год. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Почти 80% тепловых сетей в Самаре уже переложены. Все работы идут по графику. Город к отопительному сезону будет готов. Об этом рассказал представитель крупной теплоснабжающей компании на рабочем совещании Самарской думы. Особое внимание после перекладки сетей уделят и тепловым генераторам, источникам энергии. Трубы не просто обновляют, но и покрывают специальной оболочкой, чтобы избежать потерь тепла и уменьшить таким образом расходы горожан. «Мы не просто кладем новые трубы, а мы кладем трубы в новой ППУ-изоляции. Если бы вы видели, то есть они находятся в герметичной оболочке, между герметичной оболочкой трубы есть тепловой изолятор, который повышает эффективность. В дальнейшем это сказывается и на плате граждан. Ну, соответственно, потери меньше, население платит меньше». «Очень хорошо, что наряду с теми ремонтными работами, которые ведутся на наших с вами тротуарах, на наших с вами дорогах, прежде всего делаются сети. Потому что мы с вами много раз в этом зале поднимали именно эту проблему. Я думаю, что это большая заслуга того взаимодействия, которое выстроено на уровне городской администрации, депутатского корпуса и компании, которая пришла к нам в Самару для того, чтобы работать». Далее, коротко о других событиях дня. Движение на пересечении Московского и Ракитовского шоссе полностью открыто. Теперь автомобилисты могут свободно проехать как по тоннелю, так и по кольцу. Самарский видеоблогер в очередной раз снял с воздуха развязку. Рабочие закончили укладывать асфальт во второй половине тоннеля, и он заработал полноценно. Также для проезда открыто кольцо и дублеры. Теперь рабочим предстоит благоустроить прилегающую территорию, сделать тротуары и установить дорожные знаки, а также нанести разметку. Вечером в Самаре на улице Советской Армии произошло массовое ДТП. Там водитель БМВ столкнулся с четырьмя автомобилями, среди которых такси Рено Логан и Део Матис. По предварительной версии никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В Новокубышевске автомобиль «Мерседес» снес светофор. ДТП произошло на пересечении улиц Коммунистической и Кутузова. По словам очевидцев, при столкновении «Мерседес» с Киа у последнего отлетел передний бампер, а немецкое авто въехало в светофор. На место происшествия прибыли скорые и сотрудники полиции. По сведениям очевидцев, за рулем автомобилей находились женщины. В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства выясняются. Хамон не пройдет. Куйбышевская транспортная прокуратура и Россельхознадзор в одном из магазинов Самары обнаружили партию товаров, которые подпадают под санкции. В свободной продаже предлагались испанские и французские хамоны весом почти 40 килограммов и другие иностранные сыры. Этот магазин уже попадал в поле зрения прокуратуры полгода назад. Были составлены акты об изъятии запрещенной продукции, после чего товар был уничтожен. Изменилось расписание движения дневного скорого поезда аэропорта Курумыч-Самара. С 1 октября он будет выезжать в 13-28 по местному времени. Электричка будет делать 7 остановок, включая конечную. Напомним, из Самары до аэропорта электричка курсирует 2 раза в день. Вагоны рассчитаны на 62 или 70 посадочных мест, оборудованы мягкими креслами и системой кондиционирования. Стоимость проезда от 115 до 150 рублей. На участке Самары ягодная 30 рублей. Цена детского проездного 75 рублей. Фото-выставка, которую собирали 30 лет. В Самаре открыли экспозицию фотографий под названием «Планета Земля Индия». Неиндийская культура проходит в регионе с 20 по 27 сентября. Они приурочены к 70-летию дипломатических отношений между двумя странами. Выставку открыл посол Индии в России Панкадж Саран, культурный центр имени Джавахарлала Нейру, при посольстве один из организаторов. В объективе – духовные святыни, городские пейзажи и достопримечательности полуостровного государства с древней историей. Многое из того, что удалось запечатлеть, насчитывает не одну тысячу лет. Самарские девушки также показали искусство индийского народного танца Бахарата Натьям. Сегодня, находясь в России, в Самаре, я вижу, как растет искреннее чувство дружбы в отношении моей страны Индии. Я хочу выразить такие же чувства и мою самую глубокую благодарность. Наши слова благодарности нашим коллегам из Индии, которые устроили для нас такой замечательный праздник вне культуры Индии в Самаре. И я думаю, что господин посол очень удивлен, что у нас в Самаре есть такие сподвижники, которые безумно преданы и очень любят Индию, ее культуру, ее традиции, ее особенности. В Самаре стартовал фестиваль «Волга театральная». За неделю самарская публика может увидеть 14 спектаклей, привезенных из 11 российских городов. География обширна. Это и набережные Челны, и Уфа, и Жевск, Оренбург и другие города. Большинство спектаклей будут показаны в театре драмы, билеты уже раскуплены. В этом году в жюри попали такие знаменитости, как театральный критик Майя Романова и главный редактор журнала «Страстной бульвар 10» Наталья Старосельская. 23 сентября, в день открытия, в театре «Самарская площадь» покажут спектакль по пьесе Чехова «Вишневый сад». Когда театры, которые принимают участие в фестивале, спрашивают, кто в жюри, все говорят, «Ох, как вы их получили?» Вот так получили. Объединяет она 25 городов, а приехали за все три фестиваля 17. Это достаточно хороший показатель для проекта, который имеет всего лишь на всего три года. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты расскажут в следующих выпусках. Исторический матч, о котором фанаты могли только мечтать. Крылья советов одержали победу над действующим лидером турнира «Московским локомотивом». Мундиаль все ближе. В Самаре соберется штаб по подготовке к чемпионату мира. В дыму и копоте самарские газодымозащитники соревнуются на звание лучших. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова